Дорогие друзья, мы находимся в гостях у друзей нашего канала в Дагестане, исторический город Гунип, а друзья нашего канала есть практически во всех странах мира и это очень приятно, мы любим нашего зрителя и очень по-доброму зрители относятся и к нам. На утро мы сейчас собираемся в очередную поездку, я готовлю кофе по-восточному, практически по-турецки, к сожалению, мы не нашли здесь в окрестностях песка, очень много камней, мало песка. На завтрак варим яички, будет кофе, бутерброд, немножко винограда, ну все, что дает дружелюбная земля Дагестана. Вставать рано, потому что если вы хотите осмотреть все достопримечательности Дагестана... Осенью, подчеркнем, осенью, то надо как можно раньше выезжать, потому что пол пятого уже раз выключатель и темно. Мы уже неоднократно говорили, еще раз повторим. Да, и мы, к сожалению, очень от этого страдаем, потому что планов напланировали как летом. Громодье. Громодье, да, как летом, а передвигаться приходится осенью. Рано утром кофе. Забодриться это обязательно. Это все, что нам нужно, особенно водителю. Пассажиру можно не наливать. А как это, что же я буду, я красоту пропущу? Пропустишь ничего. Дорогие друзья, проезжаем древние Барятинские ворота, так они названы по... Через 300 метров поверните налево на улицу имени Николая Пирогова. По распоряжению Александра Второго по окончании Кавказской войны в честь главнокомандующего русской армии, который завершил именно в этих краях Кавказскую войну. Здесь, в Гунибе, в крепости, был пленен легендарный Шамиль. В дальнейшем его судьба была, так скажем, благосклонна. Он был принят императором. В дальнейшем даже был... Поверните налево. ...на свадьбе... ...пу царевича. Царевича, да. Ему была выделена пенсия. Жил он около Калуги, Калужской области. Кстати, надо поискать там место, да, может быть, съездим. Да. Потом поехал в Медину. Царь разрешил. И в Медине он умер. Вот такова судьба великого Кавказца. А кто он был по национальности, не помнишь? Аварец. Аварец, то есть местных земель. Да. Тут в основном аварцы живут. Гунип. Какая мощь, какая красота, ребята. Памятник Журавли. Это уже, по-моему, третий памятник на тему стихотворения Расулу Гамзатова, который мы видим. Расулу Гамзатова, который мы видим. Рано утром в 8 утра мы прибыли на так называемую точку Айвазовского. Художник Айвазовский несколько дней поднимался рано утром у суда. Но видно, у него было солнце. У нас, к сожалению, сейчас тучи. В 1869 году, чтобы нарисовать свою картину, аул Гунип, Дагестан, вид с восточной стороны. Эту картину потом купил Александр II для Эрмитажа. Ну, наверное, как память о завершенной Кавказской войне. Алла сейчас стоит в той же самой позе, как когда-то стоял Айвазовский. У него был мольберт, кисточки, краски. Но Алла все это оставила дома. Молчишь? Нет слов? Так скажи, у меня нет слов. Только не подходи к краю, пожалуйста. Не подходи к краю. Орлы, узнав, что в Дагестане Владимир Кот и Алла Кошка прилетели лично за свидетельство о своем почтении. Потрясающие птицы, огромный размах крыльев. Вот сейчас еще один. Вот размах крыльев его, вот этого орла, 1 метр 38 сантиметров. Сегодня 4 ноября. 2023 года. День иконы Казанской Божьей Матери. Всех поздравляем. В этой крепости, где и был пленен великий борец. Аварец Шамиль. Именно здесь и завершилась Кавказская война. Дорогие друзья, мы думали, что вид будет красивый, но не думали, что такой. Вот мы с Аллы постоянно ругаемся, какой вид самый красивый. И каждый день у нас новые-новые открытия. Переругались в дрыск. Но побеждает Дагестан с его невероятными красотами. Здесь даже лучше, чем мы предполагали. Вот это крылья. Вот у этого орла размах крыльев 1 метр 93 сантиметра, ребята. Внизу шумит горная река. Блеют барашки. Это младший брат, только что пролетевшего. У него размах крыльев 1 метр 43 сантиметра. Мы готовим к полету наш католет. Очень переживаем за него, потому что орлы не прощают конкуренции. Это точно. Да, если орел подлетит и своим клювом, который размером больше, чем весь... Даже не клювом, а просто крылом. Нет, крыло большой, а вот клюв у него больше, чем весь наш... Покажи, католет, вот он. Наш католетик. Вот такой размер клюва у орла. Он так, ему по макушечке... Тук! Ой, да ладно, что ты говоришь, ты не надо. Ну что же, было уже такое. Было, чайка, кстати говоря. Ну, чайка, да. А чайка меньше орла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Иди ко мне, иди домой. Он очень любит конфетки и риски. Да ты что? Да. Вкусная, честно. Пожалуйста. Он вернулся! Он вернулся! Значит, продолжит с нами дальше путешествовать. И снимать вот такие красоты. Красавчик. Володь, мы каждый раз говорим, вот это место обязательно. И это тоже. И это. Даже не знаем, теперь какое место поставить на первое место. Зритель посмотрит наши фильмы и сам примет решение. Для этого мы здесь, чтобы сэкономить ваши силы и нервы. Дорогие друзья, мы говорили как-то. Еще хотим напомнить. Будете на Кавказе, купите в гастрономии кошачьего корма. Мы каждый день кормим вот здесь вот котяточек, всяких, собачек. корм недорогой, а дело сделайте благое. Смотрите, какая прелесть. Это огромная просьба от к вам, от Владимира Катая, лакошки. Пожалуйста. Аллу я просто силой отсюда утаскиваю. Она мне говорит, Володя, приедем домой, купи мне мольберт, кисточки, краски, привези меня сюда снова, и я буду рисовать картину. Алла, обещаешь? Писать, да, буду. Да хоть, хоть писать, хоть рисовать, хоть корябать. Лишь бы было красиво. И на душе хорошо. Этот вид мы всегда будем с тобой вспоминать дома. А распечатаем фотографию и повесим? Этот вид нас будет сюда-сюда манить. Приезжай в Дагестан, приезжайте в Дагестан. Это место, где я в Азовске рисовал картину от Гуниба, ну, от того места, где вы спускаетесь вниз с города, с села, примерно три километра вот по такой дороге. Она, конечно, не асфальтированная, но довольно-таки слезная. Вполне можно проехать любой автомобиль. Рекомендуем. Коты плохого не посоветуют. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...